Алло, алло. Мир вам. Алло. Мир вам. Владимир, здравствуйте. Мир вам. С миром. Как себя чувствуете? Слава Богу, отлично. Что-то вас плохо видно там. Темно что ли у вас? Да. Я в машине нахожусь. У меня в салоне лампочка не работает, к сожалению. Я поэтому в таких условиях сейчас нахожусь. Ну, не знаю, что-нибудь сейчас попробую, конечно, придумать, чтобы было лучше видно. Ну, сразу не приходит идея в голову, что можно сделать. Я, в общем-то, хотел встать в более освещенном месте. Ну, к сожалению, такие места здесь заняты. Ну, парковки. Поэтому пришлось выбрать. В плане освещения не очень удачное место. Так что извините, пожалуйста. Ну, давайте. У вас вот как-то записано, так и вас и зовут Андрей, да? Вот сейчас вас хорошо видно. Да-да-да. Вы сами-то откуда? Да, меня зовут Андреем. Аврааменко Андрей. Я из города Королёва. А это где? Какая область? Это Московская область. А, Московская. Ну, про меня не буду говорить, вы уже знаете. Конечно. Конечно. Вы давно уже смотрите наш канал-то? Да, я достаточно давно смотрю ваш канал. В общем-то, интересуюсь всем, чем вы занимаетесь, что представляете судьбой Игнатия Тихоновича. Даже вот некоторое время был в группе вашей по изучению Библии. Вот. То есть, в общем-то... А почему были... Ну, дело в том, что произошел какой-то технический сбор, вот, когда Сергей вел, и люди вылетели из группы. А-а-а. Может быть, помните такой момент был? Ну, может быть, я уж не помню сейчас. Я же не запоминал. Ну, многие, многие люди, там, человек, наверное, сразу же, там, 10 или 15. И потихоньку их Сергей добавлял снова в общую группу. А вас не добавил? Ну, меня не добавил он. Я поэтому подумал, может быть, действительно, я нежелательный гость в этом сообществе. Тем более, я, может быть, как-то не очень хорошо себя повел в одной ситуации, когда там обсуждались вопросы такие. Ну, случайно мы вышли на тему, там, московского патриархата, всех этих вопросов. Вот. Я подумал, может быть, это связано с тем, что я кого-то случайно потревожил своим мнением или, там, даже обидел. Вот. Поэтому я, в общем-то, не стал навязываться и принял как должное, как волю Божью, то, что я не в группе больше по изучению Библии. Да вы попросились, наперсали бы Сергея. Может, он вас обратно включил бы. Вы знаете, сейчас у меня, в общем-то, к сожалению, такой возможности нет в плане того, что я сейчас... Сейчас у меня такой график на работе, очень непредсказуемый. То есть, сегодня, грубо говоря, могу в 6 часов вечера начать работать, завтра в 22 часа, послезавтра в 19 часов. Вот. А занятия, они как-то вот строго регламентированы, там, 3 раза в неделю в определенное время. Ну, да. Поэтому... А поэтому вот у меня, к сожалению, вот... Ну, понятно. Ладно. А у вас вот фамилия Авраменко, это еврейская фамилия? Нет. Нет? Нет. Вы знаете, нет. Она не еврейская, когда-то интересовался вопросом. Ага. Происхождение подобных фамилий. Да. И я, насколько знаю, вот... Ну, у меня, в общем-то, отец из Воронежской области. То есть, как бы, корни фамилии оттуда. А Воронежская область, она все-таки... Ну, там многие люди говорят по-украински. И раньше вообще эта территория была с Украиной очень тесно связана. Вот. И был такой период, когда люди, скажем так, я не знаю, говоря на современном языке, это неправильно, но... Я не знаю, как правильно выразить мысль, было модно крестить людей, вот там, Авраам, Исаак, там, ну, такого рода. И потом крещение этими именами как-то вот переходило в фамилии. Понятно. Я читал, что такая традиция была, она вот в итоге отразилась на фамилиях людей. Возможно, дело в этом. Понятно. А в Вере вы когда были взрослыми или с детства были? Хороший и сложный вопрос. Сложный очень вопрос. Ну, а че он сложный? Потому что все-таки... Благодарю вас, конечно, за внимание моей персоне. Благодарю, спасибо. Ну, я думаю, если мы действительно с вами созвонились, вот, с целью знакомства, я должен и себе рассказать. Я вас немножко все-таки больше знаю, ну, больше вижу канал. А вы... Ну, скажем так. Да-да-да. Я хотел переведить немножко. А вы на форум наш не выходили, нет? У нас форум есть еще. А, я не выходил, не знаю. Вот там на форуме есть мое обращение, я полностью пишу об своем обращении к Богу, как я к Богу вообще пришел. Там фотографии, все есть. Кистине один, народ ру. Ну, это сайт, а там есть еще форум, вот та же «Восвете Библии» Игнатия Лапкин, можно ввести в Google, и там найдете. Хорошо. И мою фамилию, имя введете там в поисковик на нашем форуме, и все, и прочитаете. Хорошо, хорошо. Ну, я впервые о Кресте узнал годика, наверное, в 4-5. У меня как-то так странно получилось. Бабушка по отца линии, она была коммунисткой. Вот, но такой коммунисткой, которая по ночам и по утрам молилась. Молитва у нее занимала там буквально, наверное, минуты 3-5. То есть там слова отцу к тому, там, ныне и присно. То есть вот какие-то такие азы совершенные. Но, тем не менее, она это делала регулярно по утрам, по вечерам. И она мне немножко рассказала о сути христианства, очень поверхностно. И я помню, что я это запомнил, что, скажем так, эта информация не прошла бесследно. Она осталась, в общем-то, внутри на долгие годы. И уже даже, я помню, когда учился в школе, было там мне, наверное, лет 11-12. Были достаточно сложные времена. Испытывал много стрессов, много всяких переживаний. И обращался к Богу за помощью. И, как это ни странно, всегда меня Господь выручал, всегда Господь помогал. Но вот эта вот плотская человеческая сущность, маловерская, когда человек получает помощь, а потом сам себе говорит, да это просто совпадение, это не Бог, это я. Все-таки вот в таком юном возрасте, наверное, брало верх. И я, в общем-то, вы знаете, не могу себя назвать верующим человеком в этом возрасте. Все произошло гораздо позже, наверное, лет в 28-29. Мы с вами ровесники приблизительно, я 79-го года рождения. Или в 78-го. Да-да-да. Поэтому, кстати, можно на «ты» ко мне обращаться. Мы ровесники, поэтому, пожалуйста, можете ко мне на «ты» без проблем. Без слова «проблемы» нет. Нет, я-то употребляю. Просто у Инатия вообще это за рук, да. Ну, в общем, лет 29 я из любопытства... А, в 12 лет я из любопытства когда-то один раз кришнаидам сходил на их служение. Лет 12 мне было. И вот лет в 29 я... У нас в городе здесь... Вот, может быть, вам это интересно будет узнать, что творится в городах, которые ограничатся с Москвой. Здесь все протестанты. Здесь вот я посещаю храм. Храм 18-го века 1732-го года православный. У нас одни бабушки. Молодежи практически вообще нет. Вся молодежь, она у протестантов. И вот когда мне было 29 лет, я из любопытства пошел на их служение, как они называют это, служение. Вот. И некоторое время я посещал их служение, даже там принимал позже участие в прославлении, играл на гитаре. Там, ну, так называемое прославление. Вот. После этого на некоторое время я ушел из их церкви. У меня произошли, в общем-то, достаточно страшные события, большие очень скорби, которые меня серьезно уже заставили задуматься о Христе. То есть, вот вплоть даже до того, что, знаете, вот только так, а иначе никак вообще. Только Христос, а иначе вообще никак. То есть, у вас молитва была какая-то или как? Или читали Евангелие? Как у вас проходило-то? Ну, а, с чего начал, да? С чего начал? Начал. Дело в том, что Евангелие я уже у протестантов много моментов из Евангелия подчеркнул на их служениях. Ну, честно говоря, я не был готов тогда к этому. То есть, вот эта церковь протестантов, ну, это пятидесятники, это процентов на 90-е люди, которые прошли через наркотики, через тюрьмы. Ребята со сложной судьбой, сложной биографией, которых, скажем так, жизнь сильно потрепала, как это говорится на таком обычном мирском языке. Да, жизнь сильно потрепала. Вот. И ребята, действительно, через свои скорби, через сложности, произошедшие у них в жизни, стали вот вылазить на поверхность, как бы на вот нормальную жизнь восстанавливаться. И, конечно же, для них Библия, для них, ну, Святое Писание имело серьезное значение. Для них, у них, для слова, было открыто сердце. Мое сердце, пожалуй, тогда было плотским, неготовым к этому. Большинство служений я посещал даже, наверное, из-за того, что мне нравилось принимать участие в прославлениях. Я на гитаре играл, я самоучка, с 11 лет научился играть на гитаре. Вот. И мне нравилось заниматься прославлением. Но, в общем-то, находясь в этой церкви, я наступил на ужасные грабли, очень страшные. То есть, в принципе, чего у них не было? У них не было вопросов смирения. То есть, у меня вот это началось, какая-то звездная болезнь, что ли. Вот, я тут в прославлении играю, такой вот супер-пупер-мега-звезда. Вот. То есть, начала воспитываться гордыня. Очень сильно. Вот. А протестанты, они вообще люди, вот эти вот пятидесятники из вот этой церкви, которую я посещаю, они, многие из них больны вот этой вот темой, скажем так, гордыньки такой, которую они подпитывают. Типа, я спасен, я богоизбранный, я, 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 я. Вот. И я вот тоже на эти грабли наступил. Но, вы знаете, какого-то общего духа, общего сближения я почему-то с этими ребятами не мог найти. Вот. Я не мог найти, я ушел, ушел из ихней церкви. Вот. После этого я женился. Прошло, наверное... А, я женился, у меня произошли, как я уже сказал, страшные события, которые вот только Христос, а по-другому никак. Они частично продолжаются до сих пор. Да не частично, а, в общем-то, жизнь в корне изменилась, просто развернулась на 90 градусов, повернулась. Вот. И я потихоньку, я попробовал вернуться в эту церковь. Вот. Ну, у меня в душе, внутри меня находилось очень много скорби, очень много боли. И, в общем-то, в процессе посещения богослужений хотелось... Хотелось, знаете, не... Хотелось, как... Я не знаю, как правильно, даже какого-то, что ли, сочувствия, утешения. Вот. А к тому времени их церковь стала гораздо ближе к Нью-Эйдж. Ну, знаете, наверное, о чем я говорю. Нет. Нет. Нью-Эйдж, ну, это совершенно уже такие... Совершенно более-более мирская протестантская церковь. Харизматы, Нью-Эйдж. То есть, когда я там за пять лет до этого посещал церковь, она была ближе к православной, она была ближе к баптистам. Вот. То есть, у них было причащение. Причем причащение не просто как соблюдение там традиций или воспоминаний, о вечере Иисуса Христа с учениками. А именно вот так же, как у православных. Они вопросом причащения и постов уделяли внимание. А когда вот я попробовал к ним вернуться, это была совершенно другая церковь. Я не узнал ее. То есть, люди изменились, у них кругом веселье, кругом радость, Иисус любит нас. А у меня на тот момент в душе было очень много боли. И я совершенно не мог разделить с ними этой радости. Я, конечно, понимал, что там вообще благая весть, радостное, конечно, безусловно, радостное событие. Но когда начался... Нужна, как говорят, нужна личная встреча со Христом. Вот тогда да. То есть, у человека все преображается в жизни. Возможно, возможно. Вот. И, вы знаете, я, в общем-то, ушел. Ушел оттуда и начал посещать... А, параллельно начал посещать православный храм и заметил то, что тот дух, те настроения, которые были внутри после посещения православного храма, они иные. Они не такие, как после протестантского вот этого служения. И мне гораздо ближе, роднее, приятнее именно православные. То есть, вот как-то на вот таком, может быть, даже чувственном уровне. Это не совсем правильно. Вот. Я сознательно, в общем-то, перешел в православие, покаялся, в общем-то, попросил прощения у святых отцов. Вот. И я начал посещать православные храмы, а после этого в Ютьюбе уже познакомился с видео Сергея Козлова. Вот. И он явился для меня очень сильным мотиватором. Я просто взахлеб. Взахлеб пересматривал каждый ролик. Вот. Работал постоянно, ездил на машине. Я только его смотрел, даже во время работы. Не мог не смотреть. Просто такая страсть, что ли, появилась добрая, хорошая. Да, слава. И даже... Да, да. Вот он на меня очень сильно повлиял. Я даже какое-то время вот сейчас... Ну, он меня в помяннике, в молитвах. Я его стараюсь никогда не забывать. Его даже, в общем, ему писал о том, что я его считаю даже своим духовником считал. Я ему прямо об этом писал, потому что настолько интересно, настолько сильно. И простым языком, четко, ясно, доступно, понятно. Очень нравилось. Вот. И как-то вот он меня так подстегнул, мотивировал. И я начал больше молиться. Я купил молитвослов, начал православный... Начал молиться, молился, молился. Потом уже увидел... Ну, начал это развивать. Больше, больше, больше. И больше, и постоянно. Потом у Сергея был ролик, где была встреча из Воронежа христианина. Он отошел от Бога. Он отошел от Бога. Я так, насколько понимаю, они были друзьями с Сергеем. Я не помню, как же его звали. Александр? Нет. Александр Калинин, да, вы? Нет, нет, нет. Не Александр, другой. Он даже звонил Игнатию Тихоновичу по скайпу с ним советовался. Он в семинарии учился, в Воронежской проп, пытался. Нет, не помню. Он отошел от Бога. Я с ним уже после того, как Сергея не стало, я с ним созванивался, хотел пообщаться. Он уже отошел от Христа, к сожалению. И я тогда увидел у них в ролике, они разговаривали о книгах Антония Великого. Он тогда сослался на книгу Антония Великого. В книге говорилось о том, кто такой умный человек. О том, что умный человек – это тот человек, который безошибочно между добром и злом всегда выбирает добро. Мне понравилась эта мысль. И я приобрел тогда Антония Великого книгу «Избранное поучение». И с этого момента начал копить такую библиотеку святых отцов. То есть я больше, больше, больше сейчас у меня достаточно много книг, не успеваю читать. И «Оптинских старцев» много книг, и многих православных святых сейчас стараюсь читать, развиваться. Ну, конечно, времени очень не хватает. И по молитвам я, наверное, такой очень большой груз взял. В общем, читать, молиться, как все это совмечать, не знаю, у меня какой-то хаос просто в этом смысле. Ну, вот, совмещать чтение, молитвы, очень сложно. Сейчас не знаю, как поместить. Вот. А вы ролик видели? Не знаю. Ролик видели, я с Сергеем беседовал по скайпу тоже. Этот ролик не видел. Не видели, да? Ну, там на его канале есть ролик. А «Любви к Слову Божьему» называется. Любовь к Слову Божьему. Там я как раз с ним беседую. Понял. Понял. А, вы знаете, на Сергея я как вышел. Я посмотрел, я вспомнил, как я вышел на Сергея. Я посмотрел фильм «Раскол». У нас серийный фильм. И решил в Ютьюбе... Мне этот фильм очень понравился. И жене моей понравился. Решил посмотреть отзывы людей. Ну, такая у меня была привычка. Посмотрел фильм и в Ютьюбе смотрел отзывы. И я как раз тогда увидел ролик Сергея Игнатия Тихоновича. Как раз обсуждали тему раскола. Всех этих страшных событий. Вот. И вот. Понятно. Таким образом. Ну, я не видел. Я проявил, что есть такой ролик, где вы общаетесь с Сергеем. Обязательно посмотрю. Ага. Посмотрите. Попробую. Попробую. Ну, сейчас-то у вас есть какие-то вопросы ко мне? Если вопросы к вам. Ну, есть. Есть один вопрос. Есть. Есть, да. Сразу хочу сказать, у меня нет цели вас озадачить. Вот. Поэтому, если вопрос непонятный или сложный, вы мне можете прямо сказать. Я ничего страшного в этом не вижу. Ну, знаете, есть такие люди всякие. Они там пытаются подловить всячески. Ну, да, да. Или там записывать. Я понял. Нет, вы можете себя в этом смысле абсолютно спокойно чувствовать. Я недавно смотрел ролик с Игнатием Тихоновичем, где он говорит о том, что, если я правильно понимаю, по частоте причащений. То есть, там, четыре раза в год, вот он говорит, норма. Дело в том, что я причащаюсь раз в месяц, а то и два раза в месяц. Я знаю, что вот и оптинские старцы, они тоже говорили, что надо гораздо реже причащаться. Я хотелось бы просто понять, почему, вот, как бы, потому что есть категория священников, которые говорят, что надо как можно чаще причащаться. А есть вот примеры даже святых, которые говорили, нет, часто не надо причащаться. Я лично избрал тактику такую, которую Игнатьевич советует. Но он советует-то не на своем мнении же. Он говорит о том, что до революции так было принято. То есть, люди причащались в посты. То есть, готовились как раз. Пост же ты должен подготовиться, хотя бы дня три попаститься. То есть, никакое там молочное, ничего мясного не есть, а потом уже к Исподи причастию подходи. Вот, и это самое удобное, это было именно в посты, которые четыре самых основных поста. Так и было принято. Вот, и на основании вот этого как раз и об этом говорит. Ну, и плюс он уже неоднократно житя святых приводит. Как, что, какое часто причащение. То есть, в наше время мы сейчас видим, что особенно сейчас родители сами, которые не живут по-христиански, ну, как бы живут вроде по-православному, а веры в душе как таково нету. И детей причащают. Номинальные христиане. Да, детей причащают, а дети потом как бесноватые становятся у них. То есть, они не понимают, для чего вообще причастие это дается. То есть, жизнь вечную написана, а они думают, что там ребенок будет такой смиренный, кроткий, послушный. И ничего этого не будет, если ты его не воспитываешь, согласно евангельской заповеди. То есть, надо еще воспитание к этому прилагать. Ну, тут много, одним словом, тут молитва, тут много чего решается. Потому что вот, я знаю Андрея Смельнягина, не знаю, слышали его, нет. Это духовный как раз мой наставник, через которого я обратился. А он как раз, он живет на Урале, сам Андрей, с моей деревни родной, села Покровская. Это 100 километров от Екатеринбурга. Вот. А он как раз обратился ко Христу через Игнатия, значит, через книгу к истинному православию. Она его на колени поставила. Он когда увидел, что, а он, что, он говорит, я по монастырям ездил, спиртом торговал, потом ходил, выколачивал деньги с людей. Ну, то есть, вот такой обычный православный был. Вот. А когда к истинному православию, говорит, прочитал, говорит, эта книга меня поставила на колени. Я понял, какой я православный-то. И у него было покаяние перед Богом. Он потом ходил у каждого, который раньше обижал Встал на колени и просил прощения у всех То есть у него такое То есть реально господь Встреча у него была с Богом И вот я как раз через него пришел к Богу То есть я начал познакомиться с Ним Я его раньше знал как спортсмен Он очень спортом много занимался, Андрей И через него как раз я пришел Именно в православие, ко Христу То есть и И вот как раз через них Я там брат еще Владимирович, через них Как раз я узнал о Потеряевке Что есть такое село на Алтае Об Игнатих, я уже тогда знал Я у книги как раз читал открытым оком И хотел конечно здесь побывать В 2006 году первый раз здесь побывал В Потеряевке, в самой деревне С братьями приезжали с Урала Мы раз в год приезжали сюда И вот Потом я подал заявление И с 2007 года Я здесь вообще не нахожусь Сейчас Я насколько понимаю Вы Я насколько понимаю Вы не городской житель Нет, я деревенский Я сам из деревни Поэтому вам Поэтому вам я думаю Было не сложно Ну как, вам сложно конечно Было бы Но А, в лице Да, да, в лице Для типичных горожан Таких испорченных людей Таких как я Это было бы сложно Если бы Если вы увидели Никиту Колесникова Как он приехал И как он входил в общину Вот ему было очень сложно Он городской Чисто городской человек был То есть У него никаких навыков Ничего не было То есть Физической подготовки У него В деле Именно Как говорится Там Лопата Работать Топру У него Совершенно ничего Этого не было Ему Вот Ему было очень сложно Я-то что Я с детства В деревенской работе Привыкший Ну и плюс морально Конечно Ему очень тяжело было Это Переносить все это Потому что Я вот сам Тем не менее Он долго у вас пробыл Ну да Почти 4 года Тут был Я сам Не смирился И изменил Внутри себя Очень многое Извините Он Да Он сейчас иногда Так пишет Там где-нибудь Комментарии Что ему не хватает Этого братского общения Ну Рассаж Сам выбрал свой путь Как говорится Пускай идет своим путем Вот А я-то Я тоже Когда первый год Когда я с Игнатием Вот между прочим На форуме Я там Очень все Подробно Все описываю Какие у меня были Духовные падения Как у меня с братьями Какие отношения были Тут в общине Что происходило потом То есть На этих примерах Можно много чему научиться То что со мной происходило То что Тоже Как говорится Как говорят Гордыня Тоже Она выявилась здесь Просто Вот Все вообще нехорошо То что в тебе Все эти твои недостатки Или достатки Там Все это в тебе выявляется То есть Ты ничего уже не скажешь Когда человек Одиночкой живет Там Ты что В храме увиделся Похристосовался Там Это поговорили И разошлись Друг друга Ничего не знают А тут Все о тебе узнают Ты других узнаешь Тоже Уже более близко Вот И здесь Первый год Жизни Сыная Тихоновича Мне очень было сложно Почему Потому что Я там на Урале Когда обратился Ко Христу Я других всех учил А тут Мне пришлось Мне становиться Учеником То В чем дело Это было сложно Конечно Я даже Я даже Немножко забыл К чему Я это все Вспомнил Про Андрея Смельягина Что Я как раз Обратился Тизня У него характер Точно такой же Как у Инатьева С ним Сложно И в работе И сложно Ну В Благовестии Само то Конечно Более пробивной Ревностный И мне вот Нравилось Всегда Я вообще На Благовестие Вышел на 2 воскресенье Как к ним Пришел домой Познакомился Он говорит Пойдешь на Благовестие 1 воскресенье Я говорю Я нет Я не готов На 2 Я вышел Просто ходил С братьями Молчал А они Из дома в дом Ходили Начали С нашего Родного села Они сюда На Алтай съездили И Игнать Он говорит Что вы сидите Идите Проповедуйте По деревням Из дома в дом Вот они 2 брата 3 брата Вернее Собрались И пошли Вот я был Чвертым у них Один потом отошел Он на 10 Не соблазнился Ну и В оконцовке Запил опять То есть Очень страшное падение У него было Ну там У него много чего было Он не мог простить Братьям Какие-то ошибки То есть У нас был такой момент Разговор Мы собрались Вместе в машине Четвером И каждый друг другу Выговали недостатки Ну согласно Евангелии То есть Если что имеешь На брата Выговори ему Все приняли Свои обличения То есть Попросили прощения Ну тогда я был С ними недавно Меня это не касалось А он Когда начали Его обличать Он это Вскипел И дверью хлопнул И ушел То есть И в оконцовке Потом Разлад пошел И Сатана его потянул До этого он пил А потом Господь его избрал Вот это пьянство Вот А потом После этого случая Распрощение Он брату не мог простить Там в чем-то Все у него опять Духовное падение было Он опять запил То есть Очень То есть Очень важно Прощать Даже независимо Нравится тебе Это не нравится То есть Раз брат просит Прощения Прости ему Согласно Евангелия Говорится там Как он тебе Ну людям Некоторые говорят А он вроде Не искренне кавится Ну тебе как Тебе главное Саму выполнить Христианский долг А там Аж Господь Сам рассудит Да Да Вот я говорю Вот на форуме У меня с Игорем Дубуновым Было неоднократно Стычки Вот эти вот Я вместе с ним работал Я-то спокойный А он Сами же видите По роликам Он очень спыльчивый А если что не так сделал Там вообще Ураган пронесся Ну интересно Он мне в оконцовке Тоже Игорь сказал Что ты для меня Являешься учителем То есть Я его немножко Как говорится Смирял через это Не смирял А как бы Он смирение проявлял Приходилось ему Он мне так Как-то один раз Сказал После очередного Нашего раздора Когда мы с ним Примирились Попросили прощения Друг к другу Он говорит Я думал Ты гид ангел Во плоти А ты гид Такой же грешник Как и мы То есть Я на него вскипел Терпел Терпел И вскипел Тоже на него Ну это Конечно без руганий Без все было Просто что я говорю Я с тобой больше работать Глю не буду И ушел от него Все И он после этого Мне такие слова Сказал Он говорит Такой же грешник Как и мы Глядет Ну то есть Это жизнь Корица В общине Тут И даже Читаешь Деяния Апостолов Коринфянам Там пишет Апостол Павел Что Ну то есть Много чего в церкви Происходит Тут надо Трудиться над своей душой В чем то Недостатке Надо в себе Искоренять То есть Нас Господь Через это И очищает В вечности Чтобы не быть Осужденным Что здесь мы Очистились От всего ненужного Ну и по своей Свободному Изволению Зашли в Царство Небесное То есть Кто не хочет Он туда не взойдет Потому что Господь просто Ему зачем такие нужны Которые не хотят Исполнить его заповеди Вы знаете Владимир Сейчас Очень такую Серьезную тему Очень серьезную Потому что Мотивация Личная мотивация В жизни Любого христианина Это наверное Самое главное Потому что Сейчас Я наблюдаю Группу Христиан Контингент Определенный Который Выбирает Христа Ну вот например Знаете почему Потому что В итоге Бог Сильнее чем Сатана Или Там Хочу чтобы у меня было Много денег Ну я вот имею ввиду Мотивацию Ну да да Чисто плотское все Плотское Либо просто Знаете Потому что Потому что В итоге Бог победил Сатану Поэтому я выбираю Сильнейшего Я спрячусь за сильным Ну понятно Что Понятно что Вот эти вот все Моменты Которые я сейчас Озвучил Они где-то в глубине Души сидят И они являются Вот самыми Первыми мыслями Почему человек Вот выбрал Там Не я ни в коем случае Не буду Там осуждать Еще Я просто хочу сказать Что вот именно Вопрос мотивации Почему Я даже сам Вот недавно Произошел случай Общался с человеком Задал себе вопрос Действительно А почему Вот Я вот это вот Выбираю Насколько я тверд В своем убеждении В своей вере Там Ведь Ну Об этом надо Очень часто Любому человеку Любому человеку Апостол Павел Об этом как раз Он говорит Что исследуйте себя В вере ли вы То есть Постоянно Надо себя Исследовать Испытывать Смотри Мне же тоже Мне же тоже Давайте говорить Голос не слышно Сейчас Сейчас лучше Да Кто-то Из святых отцов Писал о том Что Мотивацией человека Должно быть Желание Внутреннего Преображения В первую очередь Да И если там Какие-то другие Причины То это Путь в прелесть То есть Вот желание Внутреннего Преображения Изменения Себя Это как раз Та мотивация То самое С чего Все должно Начинаться Если Если начинается С чего-то Другого Если Не с Самоанализа Не с Желания Измениться Не с Желания Там Побороть Свои страсти Свои Немощи Недостатки Если не с этого То все Это путь в прелесть Вот кто-то Из святых отцов Я Если хотите Даже Если это важно Могу эту цитату Найти Вам Переслать Ну потом Скинете Сейчас У нас Контакты Есть С вами Да Вот Потому что Не знаю Вот у нас Здесь В городской Среде Вот Москва Московская Область Такой Избалованная Среда Избалованных Людей Многих Людей В общем Скажем так Бестыжих То есть Для вас Человека Который Да Да я что Я сам Из мира Пришел Я же К Богу Пришел 26 лет А что Это я все знаю Какие люди Бывают Каким я Раньше Сам был Тоже Так что Мне почему И всегда Желание Идти на Благовестие Потому что Я знаю Что такие Люди Такие же Как я Погибают В миру Просто Не зная Христе Потому что Если бы Мне братья Не сказали Андрей С Володей О Христе Я бы Просто Ну так Может быть Давно Умер От пьянки Или еще Ну вот Курить Я не курил В жизни Материться Не матерился Меня Господь Сохранил А вокруг Меня Все мои Родственники Друзья Все были Курящие Один только Друг был Не курящий А остальные Все курящие А меня Господь Сохранил Не знаю Не было Тяги И все К этой Дурнение Ну то есть Я уже Вот сейчас Как верующий Смотрю На свой Прошедший Путь Я вижу Что Господь Меня От чего-то Хранил Всегда Ну Где я Сам залазил Он уже Попускал Если хочешь Твоя воля Иди Хлебай полным Рутом Этот грех Очень много В городе Коварностей Очень много Казалось бы Знаете Вот этот Момент Чтобы Из святости Упасть В какую-то В гордыню В тщеславие В какой-либо Порог Вот Просто Секундное Дело Очень быстро Очень легко Очень глубоко Конечно Не пободрствовал И все Господи Помилуй Господи Помоги Непрестанная Молитва Только Это может Серьезно Спасти Хотя Конечно Не знаю Я скорее Делюсь Своими Ощущениями Ни в коем случае За всех Людей Не говорю У меня Такие проблемы Я очень быстро Могу Как-то Переключиться Мир Захлестывает Очень быстро Очень быстро Просто За секунды Может Переключить Мозг Совершенно И такой Ой Что я делаю Надо возвращаться Назад И молишься Молишься Либо Внутри себя Либо Если есть Возможность Это еще Знаете Какая причина Бывает Почему Нас обратно К мирскому Отбрасывает Первая Иоанна 5.18 Апостол Иоанн Богослов Он говорит так Как там Сказано Рожденный От Бога Не грешит Но рожденный От Бога Хранит себя И лукаво К нему Не прикасается Вот слово Не прикасается То есть Если ты себя Видишь Что грех Тебе же Господь Дает разум То есть Ты понимаешь Ты сейчас Идешь на грех Или у тебя Там мысль Появилась То есть Греховная Ты это понимаешь То есть Ты должен Тут же Сразу Помолиться Чтоб Господь Помог Отвергнуть Эту мысль Эти поступки Которые ты Хочешь Сделать И грешить Но ты Отсечь Да Отсечь Сразу Раз ты на этой стадии Этого не делаешь В дальнейшем Тебе Вот эти Идут Дальнейшие Все стадии К греху В концовке Ты грешишь То есть Вот То есть Слово Хранишь То есть Если ты себя Хранишь Начиная с мыслей То Господь Тебе поможет То есть Ты не будешь грешить Но раз ты не хранишь И притом Где-то Слово Где-то Поступок Какой-то Не так Сделан Конечно Падаешь Но в основном Хранишь То есть Вот я например Еду там Или иду Много же рекламы Всякой Там Женщин Там полуголых Или вообще голых Стараешься Не смотреть на это То есть Лишнего соблажна Чтоб избегать Там Других Каких-то поступков Там Кто-то тебе Что-то не так Сказал То есть Уже внутренне Про себя Начинаешь молиться Чтоб Господь Тебе сохранил Чтоб в ответ Чего-нибудь Не брякнуть А бывать Не сдержишь Скажешь Ну Материться Я не матерюсь Ну так вот Тоже Грубое На грубое Слово Скажешь Думаешь А зачем Я сказал бы Промолчал бы Да и все Ну То есть Вот такие Да Происходит Я Процентов 70 Времени Нахожусь За рулем И очень много Таких резких Неожиданных Ситуаций Инстинктивно Как-то Это что-ли Происходит Там Начинаешь Гнев Какой-то Быстро Испытывать На человека Какую-то Злость Ой Что ты Сделал Я из-за тебя Сейчас чуть В аварии Не попал Это Это у Игоря Дубунова И когда с ним Езжу В машине Он тоже Очень вспыльчивый Он Ну что так Тихо идешь Ты что Подрезаешь Там Да Да Я сижу Молчил Думаю Господи Помилуй Думаю Ладно Хватит Ну что Ну ладно Андрей Для первого раза Я думаю Хватит пока Потому что У нас уже Время 47 минут 12 4.40 Конечно Благодарю вас За беседу Приятно было Познакомиться С вами Да я тоже Благодарю Ну все С Богом Молитесь за меня С Богом С Богом Хорошо С Богом Всех благ Спасибо Христос С Богом С Богом